Противоречие. Таеб говорит, «Ва нахну нааламу анна аммата майуттарру елей умум аннас, мина лихтилав маалюм, баль мутаватир عند аль амма ау л хаса». Теперь Шейхул Исламу Аль-Тайме также указывает на один важный момент. Говорит, вместе с этим мы знаем, что большинство тех вопросов, которых особенно нуждаются люди или большинство людей, разногласия в них, говорит, являются каким? Являются отсутствующим. Наоборот, ответ в этом вопросе известен либо всем, либо большинству людей. «Кама фиадат ас-салават», как, например, относительно количества намазов. «Ва мақадир руку'иха», и того, сколько ракатов в каждом намазе. «Ва мақытиха», и в какое время каждый намаз совершается. «Ва фараид из зака, ва нусубиха», и то, с чего выплачивается закат, и в каком количестве этот закат выплачивается. «Ва таин шахри рамадан», и когда наступает месяц рамадан. «Ва таваф, ва лукуф, ва рамиль джимар, ва лмауакит», а также вопросы обхода вокруг Кабы и стояния на Арафате, а также кидание камней, то есть на столбы, как один из обрядов хаджа, ва лмауакит, а также определение времен различных видов поклонения, ва гаири залика, говорит, и подобные вопросы, в которых нуждается большая часть общины, или нуждаются все люди, говорит, в этих вопросах обычно разногласий нет. То есть шахри салам и тайме хочет указать ее на какой полезный момент. Говорит, также всю религию можно условно разделить на те вопросы, которые встречаются в жизни каждого человека часто. Вопросы намаза, вопросы малого омовения, вопросы совершения хаджи, выплаты заката, держания у разы, то есть встречаются очень часто в жизни. Говорит, и вопросы, которые встречаются в жизни людей редко. То есть, например, вопрос, если у человека три руки, то должен ли он мыть во время малого омовения все три руки, или достаточно ему помыть две руки? Говорит, вот в таких вопросах, которые происходят в жизни человека редко, может возникать истинное противоречие и разногласие между салифами. А те вопросы, которые происходят в жизни человека, в жизни всех людей часто, и все люди нуждаются в этих вопросах, Всевышний Аллах Анауталя сделал так, что чаще всего в этих вопросах нет разногласия. И чаще всего в этих вопросах есть единогласное мнение. И привел пример на что? Допустим, вопрос, сколько намазов в день необходимо читать? Всем известно, что намазов в день пять. Также вопрос, сколько ракаатов, например, в намазе фаджир. Все знают, что в намазе фаджир два ракаата. Сколько ракаатов в намазе зугар? Говорит, этот вопрос касается всех или не всех? Говорит, касается всю общину. Поэтому Всевышний Аллах С.А. сделал так, что в этом вопросе нет разногласий. И все знают, что намазор состоит из четырех ракаатов. Говорит, а те разногласия, большая часть, которая присутствует у праведных предшественников, в вопросах фихха, она касается чего? Она касается тех вопросов, которые случаются в жизни людей редко. Или встречаются у одного человека и не встречаются у двадцати. Это из милости Аллах С.А. к людям. Говорит, суммах тиляфу сахабати фельджадди вал-ихва во фильму Шаррака. Так же, как, например, произошло разногласие между сподвижниками в вопросе альджадди вал-ихва. Дед и братья. Что такое вопрос деда и братья? Это один из вопросов араэт. Один из вопросов науки наследства. То есть, если человек скончался и оставил после себя своего деда и братьев, как делить между ними наследство? Произошло разногласие среди сподвижников. То есть, можно ли сказать, что дед аннулирует братьев и забирает свое имущество, подобно тому, как делает отец? Или братья тоже имеют на долю из наследства? Потому что известно, что если человек умирает и оставляет после себя отца и братьев, то все наследство забирает отец. Братьям ничего не остается. Почему? Потому что отец более предпочтителен и более ближе к умершему, нежели его братья. И он перекрывает братьев и забирает свое имущество. И возник вопрос, а если остался не отец, а дед? Можно ли сказать, что дед на уровне отца и тоже перекрывает братьев и забирает свое имущество? Или все-таки нужно указать на то, что дед не таков по силе, как отец, и он не может перекрыть братьев? Вот относительно этого вопроса произошло разногласие среди сподвижников. Чехолеславный Тайми, зачем этот пример привел? Для того, чтобы показать, что вопрос деда и братьев это вопрос редкий, который встречается в жизни людей редко. Редко так бывает, что человек умирает и оставляет деда и оставляет братьев. Такое бывает редко. Поэтому, говорит, в таких вопросах могут быть разногласия противоречия среди сподвижников. Но чтобы приходил вопрос, в котором люди сильно нуждаются и в нем было такое разногласие, говорит, такого редко. Такое в шариате редко. Также вопрос Аль-Мушар-Рака. Вопрос Аль-Мушар-Рака, то есть когда человек умирает и оставляет после себя брата по матери и оставляет после себя родных братьев. Здесь возникло также разногласие. Почему? Потому что в Куране Всевышний Аллах выделил брату по матери конкретную определенную долю. А родным братьям доля конкретная не выделяется. Но они забирают все, что остается после тех, кому выделена конкретная доля. То есть, допустим, у тебя стало 100% наследства. Половина отдается тому-то, шестая часть отдается тому-то. И когда закончатся те люди, те группы людей, которым выделена в шариате определенная часть наследства, потом все, что осталось после них, распределяется по тем людям, которым определенная часть наследства не выделена в шариате. Так вот, возникло разногласие. Если человек умер и оставил после себя брата по матери и родных братьев. Известно, что брату по матери в Куране остается определенная доля. А все, что останется после, достается родным братьям. Теперь возник вопрос, который называется мушар-рака. Что такое мушар-рака? Это когда остается наследство только столько, сколько достаточно брату по матери. Если он заберет свою обязательную долю, то родным братьям ничего не остается. Здесь возникло разногласие среди сподвижников. Как так может быть, что брат по матери заберет все, а родной брат, который ближе к умершему и который больше прав имеет в отношении к умершему, им не остается ничего. Поэтому некоторые из подвижников сказали, биль иштирак, сказали этот вопрос мушаррака. А слово иштирак мы должны объединить и брата по матери, и родных братьев, и дать им поровну. То есть, чтобы не остались родные братья без наследства. Для чего мы этот вопрос не будем сейчас подробно разбирать, суть не в этом. Но суть в том, что такие ситуации происходят в жизни людей редко. Поэтому у подвижников могли возникать разногласия в подобных вопросах. И разногласия это уже является не просто разногласием разновидности, а является разногласием противоречия. Потому что кто-то из них сказал, все забирает брат по матери, а кто-то из них сказал, нет. Необходимо поделить имущество, и брату по матери дать, и родным братьям тоже необходимо выделить. Это вопрос, который называется аль-мушаррака, один из вопросов чего науки наследства. И тому подобные вопросы. Говорит, то, что присутствуют вот такие отдельные вопросы в науке наследства, в которых есть разногласия, говорит, это не приводит тебя к волнению относительно большинства вопросов фараит, большинства вопросов наследства. Но, говорит, те вопросы наследства, в которых нуждаются большинство людей, они четко разъяснены в Коране и в Сунне, и среди них, и относительно них, точнее, нет разногласий. Как, например, амудун насаб, то есть родовой столб человека из отца и детей. Валь-каляля, или когда человек умирает, не оставляет ни детей, ни родителей. Миналь-иху, а валь-ахават, но оставляет только братьев или сестер. Вамин-ни-сайи им калазуач, или женщины, как, например, жены. Фаинна ла анзаля фельфараит, саласа аят му фассаля. То относительно всех этих вопросов, Всевышний Аллах, спону атааля, эти вопросы разъяснил четко, не спасла в три четких аята относительно этого. То есть, шейху-ли-сламу им-таймия говорит, смотри, большинство людей в вопросах наследства нуждаются в познании каких вопросов, что делать с вертикальным столбом, то есть с родителями и с детьми, то, что выше тебя и то, что ниже тебя, что делать с женщинами, имеется в виду с женами, и что делать с хаваши, то есть что делать с тем, что приходят к тебе сбоку, то есть с твоих братьев и твоих сестер. Что делать с ними, в этом нуждается каждый человек, потому что каждый человек умирает и оставляет после себя наследство. И чаще всего человек оставляет после себя либо родителей, либо детей, либо сестер-братьев, либо жену. Если умерла женщина, оставляет мужа. Говорит, раз в этих вопросах нуждаются все люди, то Всевышний Аллах, спону атааля, разъяснил этот вопрос четко, не спасла в три конкретных аята в своей книге, то есть в Суре ан-Ниса. Говорит, видишь, «За карафель уля аль усуль вольфуру». В первом аяте он упомянул усуль, основы человека, вольфуру и ответвление человека. Основы это его родители, мать, отец, бабушка, дедушка, ответвление это его дети, сын, дочь, внук, внучка и так далее. В официальном аяте он упомянул аль усуль, а также то, что приходит с боков человека из каззоучени, как жена или муж, или вольфуру, или вольфуру, то есть брат или сестра по матери. В официальном аяте он упомянул аль-Хашия, то, что приходит с боков Аль-Уариса Бет-Талсиб, из тех людей, которые берут наследство Бет-Талсиб, то есть без определенной конкретной доли, которая была бы выделена ему в шариате, вогум аль-ихуалиаба вейни аулиаб. А здесь уже имеется в виду братья по отцу и по матери, или братья просто по отцу. То есть все эти вопросы, которые часто встречаются в жизни людей, Всевышний Аллахус Ману Таля четко разъяснил в этих аятах. Эти аяты мы подробно не разбираем, эти вопросы подробно не освещаем. Почему? Потому что это уже вопросы науки наследства, и когда отдельно будем науку наследства проходить, разберем эти вопросы подробно, и они станут, иншаллах, ясны и понятны. Говорит, А такая история, чтобы после смерти человека остался дед и остались братья, это, говорит, редкая история. Поэтому, говорит, такая ситуация не случилась в исламе, кроме как после смерти пророка. То есть посланник Аллаха 23 года совершал призыв, и за 23 года ни разу такая ситуация в его жизни не случилась. Почему? Это указывает на то, что подобная ситуация является редкой в исламе. И за чем все это приводит, чтобы показать, то, что хоть и присутствует разногласие противоречия среди сподвижников, как в фихе, так и в тавсире, и больше этого фихе, нежели в тавсире, но, говорит, это разногласие противоречия чаще всего не вредит, и не несет за собой большого вреда. Почему? Потому что оно чаще всего касается редких вопросов в жизни человека, которые в жизни человека встречаются редко.